Дорогие первокурсники, я хочу поздравить вас с поступлением в наш университет. Вы выдержали огромную конкуренцию, вы поступили в лучший вуз страны, вы являетесь лучшими студентами и мы гордимся тем, что вы поступили к нам. Я хочу сказать, что каждый год мы с радостью встречаем всех, кто к нам поступил. К сожалению, не каждый из вас дойдет до самого конца, потому что кто-то не захочет, а кто-то вынужден будет отчислиться. Но об этом мы с вами поговорим уже на собрании. Что бы я хотел, кроме поздравления, сказать вам в напутствие? Ну, во-первых, все-таки вы поступили в вуз, и это немножко другая уже жизнь, немножко отличается от той, что была у вас в школе. По сути, произошла определенного рода перезагрузка. В школе вы были успешными, в школе вы были самыми лучшими. Здесь вы тоже можете стать успешными и самыми лучшими, но этого надо добиваться заново. Наше занятие, вот наше преподавание, оно будет, конечно же, отличаться от того, что вы привыкли иметь в школе. В первую очередь у вас будут лекции и практические занятия. Посещение всех занятий, включая лекции, оно, конечно, обязательно. И даже если не будут отмечать на лекциях, даже если вы сможете что-то пропустить, ну, это, в общем-то, значит, что вы обманули скорее самого себя, чем преподавателя, который вас не успел отметить или просто не отмечал. Поэтому очень рекомендую вам ходить на все занятия, которые есть. В первую очередь, конечно, лекции и практические занятия. Главным документом у вас будет студенческий билет. Никогда его не забывайте, потому что именно по студенческому билету вы будете проходить во все аудитории. Это будет ваш пропуск во все помещения и в нашем ВУЗе. Это главный документ. Основой преподавания, как бы главной ячейкой преподавания у нас является кафедра. Каждый предмет вы будете изучать на какой-то кафедре. На первом курсе у вас их будет не так много, но, тем не менее, каждый из них имеет для вас принципиально важное значение, и ваш преподаватель, конечно же, будет за вас отвечать. Вы будете сдавать зачеты и экзамены. Каждый зачет и каждый экзамен – это крайне важный момент, который вы должны обязательно получить, потому что без этого у вас формируется академическая задолженность, без получения зачета. Чтобы получить зачет и сдать экзамен, для этого вам необходимо будет получить определенное количество баллов, потому что еще одно такое важное для вас понимание, понятие – это бально-рейтинговая система, которая у нас в университете имеется. Ваши оценки исходно формируются из тех баллов, которые мы вам даем, или, вернее, вы зарабатываете в процессе вашего обучения с помощью специальной бально-рейтинговой системы, которая, несмотря на то, что она общая для всех, тем не менее на каждой кафедре имеет свои особенности. Набрав определенное количество баллов, вы получаете зачет. Если вы при этом еще хорошо сдаете экзамен, то вы получаете сумму баллов за набранные баллы на зачете и на экзамене, и таким образом формируется итоговая ваша оценка. Конечно же, она будет для вас показателем вашей успешности. Самое, наверное, главное – это все-таки не накапливать задолженности, это все-таки учиться и стараться делать это хорошо. По большому счету, все зависит только от вас. Вы сформированы будете в ближайшее время в группы, а может быть, уже сформированы группы. В вашей группе будут товарищи, друзья и те, кого вы будете долго очень видеть рядом. Постарайтесь поддерживать друг друга и постарайтесь сделать так, чтобы ваша учеба была для вас комфортной. Не только в плане получения оценок, но и получения удовольствия от общения друг с другом. Кроме того, вернее, что у нас в университете есть учеба, у нас есть общественная жизнь. Общественная жизнь вы можете проявить ее, участвуя в деятельности студенческого совета, в деятельности студенческого правкома. В принципе, у нас все студенты призываются вступить в профсоюз. И, в общем-то, мы тоже это приветствуем и считаем, что это необходимо. И вот вся ваша дополнительная студенческая жизнь, а это еще и научная жизнь, потому что у нас есть большое количество студенческих научных обществ, на которых вы можете проявить себя, делать научную работу и вплоть до того, чтобы публиковаться в самых высокорейтинговых журналах с тем, чтобы потом заработать себе очки на последующее обучение. Но, наверное, об этом можно будет говорить чуть позже, когда вы станете более старшими и когда вы перейдете на старшие курсы. А сейчас еще раз хочу вас поздравить с тем, что вы поступили, с тем, что вы стали студентами Первого медицинского университета. Я думаю, что вы знаете, что наш университет вошел в сотню самых рейтингов университетов не просто страны, но еще и в некоторые международные рейтинговые списки мы попали в качестве ведущих вузов наряду с двумя другими вузами московскими. И это, конечно, накладывает и на нас большую ответственность, и на вас, естественно, большую ответственность. Поэтому я хочу еще раз вас поздравить с тем, что вы к нам поступили, пожелать вам хорошей, интересной студенческой жизни, которая позволит вам в ближайшие шесть лет чувствовать себя комфортно и учиться в нашем университете, собственно, без проблем. Студенты отделения клинической психологии также относятся к лечебному факультету, но мы объединяемся просто тем, что я являюсь деканом факультета, а у студентов клинической психологии, конечно, будет свой куратор отделения, который будет заниматься вашими делами. Равно так же, как и моим заместителем по лечебному факультету по первому курсу, является также свой декан, с которым вы уже тоже, наверное, познакомились или познакомитесь в ближайшее время, и с проблемами вашими в первую очередь надо будет обращаться к нему. Конечно, хочу напомнить, что при некоторых случаях надо обращаться и не только в деканат, но и в службу безопасности, особенно если это касается каких-то правонарушений со стороны любого члена коллектива, либо просто присутствующего на территории университета, либо вашего товарища, либо еще кого-то, но опять-таки об этом вам расскажет служба безопасности. Еще раз поздравляю вас с поступлением в наш ВУЗ. Уверен, что вы будете довольны обучением у нас, уверен, что мы будем гордиться тем, что вы у нас учились и учитесь, потому что каждый наш студент в конечном итоге может неожиданно, а иногда вполне ожидаемо, являться предметом гордости, побеждая на Олимпиадах, побеждая на каких-то городских и российских соревнованиях, да и просто участвуя в общественной жизни, в общественной культурной жизни города, страны и так далее. Поэтому я хочу пожелать вам успеха в учебе, в общественной работе, в спортивных достижениях. Ну и желаю каждому из вас дойти до последнего курса, сдать итоговую государственную аттестацию и получить желанный диплом. Продолжение следует...